Привет! Сегодня будем говорить о проблемах модального окна в React и как его решить с помощью Headless UI. Казалось бы, что может быть проще? Сделать модальное окно или pop-up, как его называют. По сути, берем div, на каком-нибудь state и нажатием на кнопку меняем его на true, показываем наш этот pop-up поверх всего и вроде все классно работает, но на самом деле этого недостаточно. И мы сейчас на примере одного из популярных сайтов посмотрим, какие же проблемы с доступностью, фокусов у нас возникает при такой простой реализации. Итак, начнем рассматривать правильное поведение pop-up и ошибки его поведения на примере Яндекс.Маркета. Яндекс.Маркет никак не смассирует это видео, к сожалению, наверное, поэтому будем смотреть просто на его примере. Итак, какими свойствами должен обладать pop-up для того, чтобы в большинстве случаев быть более юзабельным. Сейчас я перечислю четыре основные вещи, при этом стоит понимать, что в некоторых случаях при реализации каких-то определенных pop-up возможно это поведение для вас будет не столь важным. Но если мы реализуем какой-то клиентский интерфейс на каком-то сайте, то скорее всего пользователь будет этого ожидать. Итак, мы будем рассматривать это на примере выбора города. Вот у меня сейчас стоит Москва, я нажимаю на pop-up, у меня появляется, соответственно, вот он pop-up и первое свойство, которое мы должны видеть у pop-up, у нас блокируется все, что за pop-up, то есть мы взаимодействуем именно с модальным окном и ни в коем случае не с background. Дальше второе свойство, мы его можем закрыть. Закрыть, понятно, на какой-то элемент крестика, но при этом мы ожидаем, что если мы нажмем на фон, он тоже закроется, потому что мы уйдем из pop-up. И самое важное поведение, мы нажмем escape и pop-up тоже закроется. И это крайне важно. Теперь, это реализовано здесь хорошо, с этим как бы вопросов нет. Теперь поговорим чуть дальше про доступность этого pop-up. Смотрите, мы с вами нажимаем на Москва и хотим начать вводить наш населенный пункт. моё внутреннее желание. Я нажимаю tab, чтобы перейти к следующему элементу формы, и я не попадаю на населенный пункт. Я нажимаю tab и я опять-таки мой фокус, если я могу смотреть ссылку вниз, то вы увидите, что мой фокус находится за pop-up. И я переключаюсь с клавиатуры между элементами, которые сейчас мне не важны. Я работаю с pop-up, а переключаюсь по сайту. И это большая проблема. То есть, и мне для того, чтобы попасть в фокус pop-up, нужно нажать, наверное, сюда, и только после этого я попаду в следующий элемент фокуса. И опять-таки, нажимая много tab, 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 я не буду ротироваться между всеми элементами, как они у нас есть, только в pop-up. А снова выйду через tab за пределы моего pop-up. Вы скажете, ну это же с клавиатурой, это не так важно. На самом деле важно, потому что много людей, которые взаимодействуют с клавиатурой. И я сейчас говорю не про disability, когда люди не могут взаимодействовать с мышью, я говорю про обычных пользователей, которые привыкли какие-то формы заполнять с клавиатурой для ускорения. Поэтому это проблема. То есть, ваш фокус должен быть строго залочен внутри pop-up. Ну и последнее, это, собственно говоря, похожая штука, которая у нас вытекает из фокуса. Это то, как работает доступность. Итак, я включил voiceover. Он сейчас будет достаточно сильно на нас кричать. Поэтому, как бы, мы... Давайте поговорим вообще, зачем он нужен. Во-вторых, какое у него должно быть нормальное поведение. Ну, во-первых, в данном случае мы получаем случай, если мы не можем видеть сайт, если у нас плохое зрение, если у нас какие-то другие disability, то мы можем с помощью voiceover достаточно хорошо навигироваться. Я очень подробно разбираю вот эту доступность в моем курсе по Next, поэтому тут я останавливаться на всех аспектах доступности не буду. Я просто покажу, как сделать наш pop-up более доступным, если говорить про voiceover. Вот смотрите. Во-первых, я сейчас перейду мышью на вот эту. Здесь он немного более многословен, чем, например, хромовский voiceover. Это встроенный маковский voiceover. Но смысл тот же. То есть я нажал на кнопку, и я ожидаю, что я буду взаимодействовать с тем, что у меня появилось. Я буду взаимодействовать с адресом доставки. Здесь же также, переходя тем же табом, здесь я перехожу. Как вы видите, снова я начинаю ходить по меню, вместо того, чтобы мой фокус и все мое взаимодействие с доступностью переместилось внутрь поп-апа. Что плохо. Что, кстати, прикольно. Вот так вот. Ну, как вы видите, Яндекс.Маркет еще достаточно странно работает за доступностью. Вместо того, чтобы подписать баннер, он продает свой Яндекс.Алис с умной камерой. Но это отдельный вопрос. Наша задача сейчас сконцентрироваться на поп-апе. Итак, мы с вами прорезюмируем. Поп-ап должен блокировать в идеале фон, скролл внутри нашего сайта. Во-вторых, он должен реагировать на клавиатуру Escape, закрываться. Фокус должен быть внутри, но, соответственно, вместе с фокусом и вся доступность должна быть внутри. Теперь же посмотрим, как мы это можем решить с помощью готовых библиотек Headless UI для того, чтобы не писать все самим. Итак, начнем знакомство с Headless UI и зачем он вообще нужен. На самом деле, библиотек UI для того же React'а их полным-полно. Это NTD, MUI, короче, там огромное число различных библиотек, которые реализуют свои компоненты. Инпуты, селекты, дропдауны, модалки, все что угодно. Но часто к нам приходят макеты, которые, ну, понятно, нужно реализовывать с нуля, потому что адаптировать какой-то существующий UI-кит будет достаточно тяжело. В этом случае, как бы, приходится каждый раз пилить все заново. И это проблема. Как раз Headless UI решает эту проблему тем, что он предоставляет уже готовые компоненты, которые в себе не имеют ни единого стиля. И все, что вы можете сделать потом, это стилизовать его и переиспользовать уже как свои компоненты в библиотеке. При этом большое преимущество Headless UI – это правильное структурирование компонентов, их доступность и поведение. Мы сейчас будем делать pop-up. Когда вы откроете документацию, вы увидите уже даже стилизованный pop-up. Одно из минусов документации, наверное, которую я могу отметить, это то, что документации здесь для стилизации используют Tailwind CSS. Но в целом понятно, что это проект создателей Tailwind CSS. С одной стороны, это позволяет быстро взять примерчики и их потыкать. С другой стороны, когда мы хотим их применить, иногда возникают казусы. Подождите, что это такое? Ах, да, это же Tailwind-овские классы. И мне, чтобы воспроизвести этот pop-up, необходимо перевести Tailwind-овские классы в обычные классы, которые отделены все-таки в стиле от кода самого компонента. Поэтому здесь, наверное, для меня это минус. Хотя, кто пользует Tailwind CSS, наверное, будет рад. И мы с вами будем реализовывать для примера один из компонентов. Это как раз DialogModal. И на его примере посмотрим, а как же все-таки он работает с доступностью, как он работает с клавиатурой и фокусом. Итак, давайте создадим какой-то демо-проект. Я буду использовать byte. Назовем его DialogDemo. Выберем React и выберем, конечно же, TypeScript. CD DialogDemo. NPM CI. Установили все зависимости. Ну, окей, NPMI. Потому что у нас пустой проект. Нет пакетжейсов, конечно же. И давайте сразу же добавим сюда. Нам понадобится собачка Headless UI слэш React. Потому что Headless UI у нас есть не только для React, но и для Vue. Все. На этом наш проект подготовка готова. Давайте я открою его в редакторе. И посмотрим, что у нас есть. У нас есть AppCSS и AppTS. Вот, собственно, все у нас есть. Линктинг не настроен. Ну и ладно. Давайте уберем отсюда все. Сделаем его пока пустым. И просто запустим. Я буду для простоты использовать floating-терминал. NPM RANDEV. И у нас он вот на вот этом порту появляется. Давайте я открою. Вот здесь localhost 5.1.7.3. Вот наша пустая страничка, потому что мы все удалили просто с фоном. Окей. Закрываем. Давайте теперь реализовывать нашу модалку. Кстати, если хотите добавить анимацию этому окну, то хорошо подойдет библиотека Framer Motion. Я ее разбираю отдельно в курсе по React and Next. Также вы можете использовать и встроенный транзишн, который есть в самой библиотеке Headless UI. Но на практике Framer Motion подойдет для более широкого спектра задач. Поэтому часто на проектах использую именно его. Теперь же, что нам нужно. Во-первых, мы должны сделать какую-то кнопку, которая будет менять, собственно, наше состояние. Давайте так и сделаем. Button. Внутри скажем, что эта кнопка называется «Открыть». Здесь у нас state будет «isOpen». «isOpen». «set isOpen». «useState Boolean». И вместо нуля «false». Вот наше стоит открыть. И вот эта кнопка, я прямо онлайн его буду писать, на клик. Открывает это все. Соответственно, функция стрелочная. «set isOpen». «isOpen». «true». Теперь, на что этот Open влияет? Мы, собственно, будем как раз реализовывать диалог. Для этого мы используем диалог. И в этом диалоге есть закрывающий тег тот же диалог. Это, собственно, сам наш диалог, который будет отображаться. У него есть свойство Open, которое говорит, когда он открыт. И мы его привяжем к стейту из Open. Во-вторых, у него есть ивент на закрытие. И он срабатывает, когда мы с вами нажимаем на внешнее окружение нашего поп-апа. Как раз на сжатие фона. То, что я говорил в начале. Поэтому здесь есть onClose метод, в котором мы просто оставим set isOpen на false. Закрыли поп-ап. Теперь, что еще есть у нашего поп-апа? Мы немножечко сделаем верстку с бэкграундом, чтобы отцентровать наш поп-ап. Для этого мы добавляем div. Скажем, что это будет классный bg. Это бэкграунд нашего поп-апа. И внутри располагается сама панель поп-апа. Как сделать панель поп-апа через диалог.panel. Это компонент панели нашего поп-апа. У этой панели есть тоже какой-то класс. Давайте мы зададим класс, который будет называться поп-ап. А внутри располагается title и контент. Для title тоже есть специализированный компонент у диалога. Dialog.title. И давайте внутрь пропишем, что это наше окно. Ниже будет контент. Тут будет текст. Давайте даже в div его положим, чтобы оно было все вертикально. Тут будет текст. А дальше под этим div расположим кнопку для закрытия, чтобы посмотреть, а как мы можем закрыть наше окно по кнопке из поп-апа. Например, сделав крестик таким образом. Либо что-то в этом роде. Называем закрыть. Закрыть. Button. И здесь добавляем, что на нажатие мы опять-таки ставим наше состояние false. Set is open. False. Отлично. Итак, мы сделали нашу базовую верстку. Сейчас, если я открою наше окно, то в принципе не увижу ничего. У нас появилась наша кнопка. И вот так у нас будет работать окно. Оно на самом деле, как вы видите, уже работает. Более того, оно сейчас, видите, фокус берет на себя. Я специально никакой кнопки не делал, чтобы они у нас были фокусные. Я нажимаю, оно у нас появляется. Но оно сдвигает весь контент, потому что появляется у нас дальше за вот этим батомом. Поэтому нам нужно немножко стилизовать, если мы хотим, чтобы он все-таки был более полноценным поп-апом, который появлялся поверх. Так, отсюда берем ненужный React Logo. И перейдем к AppCSS. Итак, что нам в целом нужно будет стилизовать? Во-первых, нам нужно будет стилизовать Background. Так, ну вот это нам все не нужно. Логотипа здесь уже нету. Кейфрейм логотипа тоже нету. Это нам не нужно. Это нам не нужно. Ну, рот пускай оставим. Итак, у нас есть Background. И вот этот Background мы сделаем Positional Fixed, чтобы он у нас был фиксирован. И растянем на всю ширину. Left 0, Right 0, Top 0, ну и, соответственно, Button 0. Все, что внутри, положим во фиксы, чтобы можно было отцентровать. Display Flex, Align Items Center, Justify Content Center. У меня, кстати, есть бесплатный курс по флексам, если вдруг вы хотите вспомнить. Ну и какой-нибудь ему зададим Background типа RGBA 0, 0, 0, 0, 0.1. Вот такой Background. Теперь сам диалог. Вот этот диалог, который у нас есть здесь. PopUp, то бишь который. Диалог панель PopUp. Мы ему сделаем какой-то Background. Давайте сделаем PopUp. Background. Ну, скажем, решеточка 3333, какой-нибудь тоже серенький. Border Radius 20 пикселей. И какой-нибудь пэддинг зададим, ну сколько, 30 пикселей, чтобы был отступ от контента нашего. Давайте посмотрим, что у нас получилось теперь. Переходим в наш PopPinks. Вот наше окно. Оно сейчас появляется. Надо какой-нибудь... Видите, фон затемняется. В принципе, видно, что у нас есть BG. Вот это весь наш получившийся BG. Это наш PopUp. При этом на закрытии мы тоже его закрываем. Вот таким нехитрым образом мы реализовали простой PopUp. Ну, что здесь можно улучшать? Здесь можно, понятно, добавить кнопочку закрытия направо. Это у нас должно происходить вот здесь, в верстке, когда мы делаем какой-нибудь Button с абсолютным позиционированием и закидываем его наверх. Что еще можно добавить анимации, как я уже говорил, на его появление и закрытие. Ну, а теперь давайте посмотрим, как же ведет себя в этом случае вообще наш PopUp. Для того, чтобы было побольше контента, давайте я сделаю еще несколько кнопочек, чтобы у нас было несколько объектов для фокуса. Вот мы можем переходить внутрь. И теперь открываем. Смотрите, я нажимаю Tab, я не выхожу за пределы этого окна. Я работаю только с этим окном. Если бы у меня здесь было две, например, закрыть еще кнопка. Давайте я покажу еще кнопка. То здесь, когда я открываю, я начинаю навигироваться только между ними. И ни в коем случае я не выхожу за пределы этого окна. Весь фокус, который у нас должен быть, находится здесь. Это большое преимущество. Мы сразу получаем готовые компоненты. По сути, вы затащили небольшую библиотеку, но вам не нужно теперь заботиться о том, что нужно убирать Tab индексы у всех, что находится внизу. А это делается как бы тоже своеобразно. Для того, чтобы протестируть VoiceOver, нам немножко нужно ввести, изменив документ. Потому что если я сейчас включу VoiceOver, мы увидим достаточно странное прочитывание слова «открыть». Смотрите. Видите? Уа! Ну, то есть он неверно читает. Почему? Потому что если мы откроем в консоли и увидим, что здесь ланг стоит «n». И это крайне важно. Здесь он будет читать это как документ на английском. Если мы это сменим. Вот. Ну, открыть, конечно. Не открыть, но по крайней мере нормально. Нажмите кнопку «нажмите кнопку опшен. Пробел». Чтобы выйти из этой век области, нажмите кнопку опшен. Смотрите. Теперь нажимаю «пробел». Видите, самое важное. Он читает, что это диалоговое окно, что не происходило в случае Яндекс.Маркет. Во-вторых, он сразу же у нас попал внутрь, то есть мы взаимодействуем с кнопочкой «закрыть», еще кнопка. Таким образом, мы получили удобный, доступный с клавиатуры и не только попап, имплементировав кусочек библиотеки Headless UI. Поэтому, если вы задумаетесь о том, что нужно реализовать свой компонент, посмотрите в сторону Headless UI, которая поддерживает React и View, берите интересующий компонент, стилизуйте его под себя и получайте полностью доступный, проверенный, хороший компонент. На этом все. Напишите в комментариях, какие вы UI на библиотеке любите использовать, а здесь где-то будет ссылка на следующее видео про React.